всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу елизер и ревека и остановил верблюдов вне города у колодези воды под вечер в то время когда выходит женщина черпать и сказал господи боже господина моего авраама пошли и и сегодня навстречу мне и сотвори милость господина моим авраам вот я стою источника воды и дочери жители города выходят черпать воду и девица который я скажу наклони кувшин твой я напьюсь и которая скажет мне пей я и верблюдам твоим дам пить пока не напьюсь вот так которую ты назначил рабов твоему и саку и посему знаю я что ты творишь милость с господином моим аврааму еще не перестал он говорить уме свое и вот вышла и века которая родилась от вофуила сына мил жены на хора брата авраама и кувшин ее на плече и девица была прекрасно видом девок который не познал муж она сошла к источнику наполнил кувшин свой и пошла вверх и побежал раф навстречу ей сказал дай мне испить немного воды из кувшина твоего она сказала пей господин мой и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его и когда напоила его сказала я стану черпать и для верблюдов твоих пока не напьются все тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять колодезю почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу и